а что видео уже пошло это замечательно ребята здравствуйте как вы поживаете а вы подписались на мой канал это очень важно подпишитесь на мой канал потому что когда вы подписывайтесь на мой канал для меня это означает что нужно продолжать делать видео дальше и конечно же я еще напоминаю вам что нужно поставить лайк под этим видео даже не знаю что будет дальше просто доверьтесь мне и поставьте лайк окей и я дмитрий трофимов и это мой канал и сегодня я вам расскажу о проклятии я обещал ранее что будут выходить видео по конфликтам а именно как токсичные люди как агрессивные люди пытаются на вас воздействовать как они пытаются каким-то образом может быть сломать подавить вашу психику помимо этого я буду также разбирать разные виды манипуляции и противодействия этим манипуляциям и сегодня будет психологическая атака и в том числе и манипуляция и если вы сейчас разберетесь как эта манипуляция воздействует на вас на вас это не повлияет и манипуляция либо психологическая атака называется проклятие давайте представим такую картину например вы продавец обуви но пусть будет продавец обуви может быть какой-то другой продавец вы главный продавец розницы и к вам приходит клиентка пусть это будет женщина 40 лет она такая большая такая грузная женщина и вы обслуживаете ее подбирайте для нее обувь и ей что-то не понравилось может быть она сама по себе такая агрессивная поэтому ей всегда что-то не нравится соответственно а вы ни при чем вы добродушный парень и либо девушка вы хотели ее обслужить вы в соответствии с правилами нормами магазина ее обслужили но она решила вас атаковать и вот ей что-то не понравилось она вам что-то говорит и в какой-то момент вы конечно же пытаетесь себя защитить а может быть не пытаетесь но в конце когда она уже уходит она вам говорит и здесь очень внимательно сейчас слушайте и записывайте потому что если вы это не запишите то вы не запомните эту технологию а вам нужно запомнить как идет воздействие и в итоге потом когда вы это запомните вы поймете что на вас это больше не влияет потому что когда вы знаете код да как говорится код матрицы то это уже на вас не влияет хорошо ее последние слова она говорит запомните она говорит определенные слова она говорит что с человеком произойдет в будущем она может сказать у тебя там почки отнимутся да ты будешь страдать жизнь твоя будет сплошной кошмар то есть она говорит какие-то вещи которые связаны с будущим первый пункт второй пункт там должны быть фразы но это не обязательно но такое возможно шипящими звуками это второй пункт третий пункт это мимика лица она должна быть максимально скрючена скукожена и агрессивно третье это мимика лица четвертое это жесткий тон голоса до четко отбивающий свою речь жесткий тон голоса и последнее это взгляд смотреть в глаза не обязательно долго смотреть в глаза главное посмотреть глаза развернуться и уйти нельзя долго быть жертвой достаточно сказать быстро фразу сделать все что я сказал сделать все пункты которые я сейчас озвучил и уйти то есть последнее слово должно остаться за атакующим и задача этих пунктов до вот этой атаки чтобы человек жертва поверила в это и все это усиливает до педж бимика лица взгляд тон голоса определенные слова опять же мы говорим о будущем что с человеком произойдет это должно все создать в голове у жертвы веру что это произойдет соответственно вызывается определенные эмоции в этот момент то есть когда идет такая атака происходит эмоции человек под состоянием эмоций записывает у себя в голове это проклятие потом он приходит домой естественно он может сказать что это все чушь собачья он в это не верит но если человек испытал определенные эмоции и не знает как работает эта технология то он может 50 раз себе говорит что это все чушь собачья но у него это будет воспроизводиться в голове в мыслительном процессе и когда что-то в жизни произойдет не очень хорошее он сразу же это свяжет с проклятием и чем больше он сталкивается с ситуациями негативными и больше начинает думать что это именно уже действует проклятие тем больше начинает уже реализовываться действительно проклятие но это проклятие он создает сам опять же давайте еще раз вернемся самое начало задача атакующего сделать так чтобы человек в это поверил и дальше человек начнет притягивать все события в жизни и связывать с этим проклятием и не просто притягивать а потом создавать буквальном смысле слова на себя проклятие эта технология очень мощная если человек умеет это делать а некоторые люди минуточку внимания обычные люди я сейчас не говорю о каких-то психологах я не говорю о каких-то супер манипуляторах обычные люди умеют некоторые люди умеют создавать проклятие вот таким образом воздействие на жертву но если вы сейчас послушали это видео но если вы сейчас посмотрели это видео записали все пункты которые я вам сказал когда вы запомнили все эти пункты то на вас автоматически это воздействие уже не работает потому что вы понимаете что это вы сами создаете это проклятие что вас пытались направить на это и теперь вы понимаете что все в ваших руках и что вы в любой момент можете это отключить по щелчку пальца потому что вы знаете вы знаете правду и напоминаю я вам привел пример женщиной магазине но я точно знаю что это может сделать любой абсолютный человек это может сделать ребенок но который разговаривает естественно это может быть парень это может быть девушка это может быть мужчина это может быть женщина это может быть дедушка это может быть бабушка, кто угодно. И опять же говорю, что любой обычный человек, который где-то когда-то почему-то как-то смог научиться вот этой фишке, он начинает это использовать периодично. Поэтому здесь вы не ставьте акцент на определенного человека, что вот типаж всегда вот эта большая тучная женщина обязательно будет делать проклятие. Нет, нет, нет. Это может быть абсолютно любой человек. И моя история. Я работал гидом и у меня очень большой поток клиентов был, очень большой поток туристов. И одна из функций гида это заказывать завтраки, когда люди уезжают на экскурсии. Когда большой отель, там как раз это должен делать гид. Но не это важно. Моя коллега и я, мы профукали как-то момент и не смогли заказать завтрак. Ну забыли, ну бывает очень много людей, мы запарились, такое бывает. И один из наших клиентов, бабушка, боже дуванчик, как казалось бы, когда приехала с экскурсии, естественно без завтрака, она подошла ко мне и спросила, а почему не было завтрака. И я извинился перед ней, сказал, что не получилось, к сожалению, что мы, это действительно наша ошибка и мы готовы это возместить. Но она остановила мою речь и дальше пошла та самая жесть, та самая манипуляция проклятия. Она сделала все четко, как вам я сейчас описал. Мимика лица, взгляд, тон голоса и слова, которые касаются будущего. Она все это сказала жестко и развернулась и ушла. Бам! И через какое-то время что-то у меня, что-то как-то с животом у меня не в порядке. Бам! Это точно из-за проклятия. Бам! Опять что-то с животом не в порядке. Опять проклятие. Опять. И то есть какие-то ситуации я начал связывать именно с этим. Когда моей жизни не везло, такое тоже бывает, я опять же это связывал именно с этим проклятием. И когда я стал в этой теме копаться, я понял, что это была именно манипуляция. И когда я понял, как эта манипуляция работает, это проклятие сразу же снялось. Поэтому, ребята, будьте внимательны. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Поэтому запомните, как это проклятие работает и не позволяйте, чтобы это проклятие проникло в ваш мозг и в ваше сердце. В ваше сердце. И на сегодня все, дамы и господа. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, что у меня есть паблик и моя личная страница. Заходите на огонек, посмотрите, что там происходит. Ссылки все внизу. И пока-пока. И 5 миллионов долларов я вам желаю как минимум. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok